Всем привет, с вами QWERTY, и это Fallout 3. В прошлой серии мы закончили тем, как вышли из нашего бежища. 101. И теперь нам нужно направиться куда-то дальше, искать своего отца. Так, насколько я знаю... Где у нас тут карта? Нам, по-моему, нужно идти прямо. Да, стоп. Ну, сейчас нужно немножко проверить туда, в принципе, прямо. Окей, давайте тогда пойдем и будем со мной глушать. Жалко, быстрее нельзя бегать. Это, конечно, очень обидно. Ну да, фиг с ним. Вот такой вот у нас герой. О, вот тут можно камеру дарить. Ну да, прикольно, прикольно. Мы нашли спринг-вейл. Спринг-вейл — это такой маленький городочек, там, заброшенный. Что у нас тут билет на ветровик, ну и нож. Что-то, значит, своя картинка типа, это нам не нужно, да? Окей, выкидай наш. Возьмем. Дровочек возьмем. Письмо и золото возьмем. Костой, бутылка, спринг-вейл, не нужно. Оставим. Я президент Джон Генри Эдем. Вы слушаете радио Анклава. Голос тепла и разума. Я их, наверное, тоже, как Fallout 4, можно продать. Давайте по поводу Fallout 4, то почему я не прохожу в Fallout 4? Fallout 4, со мной игра мне много. Достаточно меня приближусь. Президента Джона Генри Эдема прямо к вашему сердцу. Вот. Ну, после того, как я увидел какие-то там диалоги, я как бы, как бы сказать, очень сильно отражаровался. По сравнению с видео у меня в Fallout 3, это просто... Я Джон Генри Эдем, президент Анклава. Президент Америки. Я directly igloo City Америки. Я и пошел. Вот сюда. Музыочка вкульчил хорошо. Но по поводу Fallout 4, я буду тоже знаю чего nachem проходит, но пред銀ся мне не сохраняются от effective0000. футбол нет мегатон в общем не играл на ток в парковку четвертый но я думаю не особо ничем отличается не момента убежал опять вот такой вердок создан довольный забывали все люди радиоактивные и рад тебя видеть будешь ты смотреть себе под ноги жесть что окей давайте мегатонны новая легкая ружья влияет насколько эффективно вы можете пользоваться всеми видами будь я прохлев опять новенький будь ты прохлев здравствуйте меня зовут лукас симс я тут шриф и мэр тоже когда надо то есть ты как в двухгодном да я так понял симпатично тут у вас город шриф приятно познакомиться ну давайте будем дружелюбие и хорошие манеры похоже мы отлично поладим не обижай моих людей и можешь оставаться сколько пожелаешь хорошо понятно не умеем успокоить хорошо что мы понимаем друг друга итак могу я чем-нибудь тебе помочь да я ищу своего отца не попадался не прости у меня тут забот полон рот ну да я вижу нет времени следить за каждым новеньким поспрашивай в городе адамна ты почему следишь то она а что у вас в городе есть и где ты знаешь что им потеряние крупного тонн скажи не подробнее вашему городу давайте не будем сейчас много говорить просто мне пора будь повежливее в смысле будь повежливой что я тебе так вот сказал слышь ты паскуда у него кстати хорошее оружие можно было у него забрать его ну ладно не будем таких делах говорить что у нас есть велком салон шериф клиника люксоверт где не знаю она может зайти где нибудь побегать у нас вообще есть что нибудь я полагаю это нужно все-таки у него задание взять какое-то там у него все приспрашивать я слежу за тобой не делай глупостей что он говорит где ты знаешь что мегатон расскажи мне подробнее о вашем городе что ты хочешь узнать почему город называется мегатон город назван так в честь бомбы которая торчит прямо посередке она не взорвалась она не взорвалась пока что ты не думаешь что кому не следует зайдите кому приедут голову старый город тоже бомбы это самостоятельно город не возник за одну ночь мегатонна существует не один десяток лет она живет и развивается сперва это был небольшой поселок для людей пытавшихся попасть в убежище 101 их туда не пустили и они оселись здесь некоторые принялись поклоняться бомбе как божеству теперь у нас тут целая церковь этих на голову двинутых они конечно психи но в большинстве своем безвредны а сейчас людям просто напревать они решили что раз бомба до сих пор не взорвалась то теперь уже и не взорвется при всем уважении и я не согласен ну да я тоже не был согласен с таким выводом с такими выводами выводами и пора произведите эту бомбу окей а хорошо отлично но послушай сперва ты просто погляди не спеши если выполнишь работу получишь сто крышек сто крышек за спасение города красновещих спяток по себе дела уходятся не дешево я хочу пятьсот крышек боюсь не выгорит мы крышечки не рисуем понятно мне тебе не нужно взять я не могу спокойно спать при мысли о том какая безопасность покажи ладно я его пробую давайте на крышке отлично давай посмотри что ты сможешь сделать только осторожно окей окей дальше могу тебе ты поможешь мне ищу ну если подумать я припоминаю незнакомца который сюда заходил у него был особый взгляд такой бывает знаешь у тех у кого есть цель провел много времени в баре так что спроси мариарти но поосторожнее этот тип не фунт изюма ну давайте спросим про юна их назвали пустошами не просто так пустоши впрочем кое-где там есть поселения люди вообще упрямые со зданием на юго-востоке находится ревит сити но в сам вашингтон и соваться не стоит там идет война вот получается война до сих пор ждет что у нас в городе есть и где ну давайте давайте все спрашиваем да запросто партнер что тебе нужно найти ой давайте тогда не будем спрашивать конечно сомневаюсь мне казалось ты знаешь что делаешь если это просто нервы то может химия поможет но если не справляешься то лучше и не суйся да нет я пойду попробовать да не все таки убежать никак не не а кстати гостинчик такой как у наших собратцев я не хочу там по семечке садвижение а так одинаковая двойная избула какую-то нам подарили шлем охрану убежище а м совесть 100 а нет она и на пресс все таки садить м почтам их точке деньги почему особо ничего короче у нас нет такого толкового что нам дали на карте а это что откуда нам сейчас идти но он двигаюсь правильном направлении нет или он туда давайте поднимемся наверх если же мы здесь вот он где-то здание или вон там выше выше все ладно не хочешь поторговать нет тогда тебе нужен магазин на кратере не хочу только торговать нет это не то немного не туда зашел хотя может может что-нибудь взлетаем не хочу вантос мне ваш не нужен ведро нельзя надеть а фолочи что там кстати можно это делать понятно ничего здесь интересного просто так вот это сделано по приколу а вот то что нам нужно я правильно понимаю да в двери стало умрять ах ты с украиной вот это да именно тогда когда я почти расстался с надеждой дорогой мой мальчик я счастлив с тобой познакомиться меня зовут мистер берг а ты ну что ж ты явно не из обитателей этого зловонного болота одно это делает тебя незаурядной личностью ну да давайте вот так как пожелаешь я хочу нанять на работу человека никак не связанного с мегатонной и безразличного к ее судьбе мегатонна пережиток жалкое напоминание о никому ненужном прошлом она должна исчезнуть и ты это обеспечишь а то есть видите он предлагает нам взорвать эту бомбу насколько я понял просто это хочешь уничтожить город ты просто больной бирка с года окончена ну да блин не знаю по сути город вообще ничтожный тут ничего особо то имеют не взорвавшаяся атомная бомба в городе названном в ее честь вовсе не протухла ей достаточно всего лишь ха 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 небольшого толчка у меня имеется импульсный заряд созданный для одной единственной цели он служит детонатором этой бомбы подсоединяй его к бомбе и я тебе заплачу сколько заплачу очень щедро что скажешь красное еще не накинь еще 500 конечно а то есть он хочет сотку да снил с 8 и бомбу не готовы защитить хорошо если бы это все что ты можешь нет к сожалению не впечатляет ну окей тогда вот этот вариант симс идиот симс идиот он пыжится тем что называет себя мэром и шерифом этой помойки симс хочет взять бомбу я могу про лишних крышечек могу и придумать несомненно каждый из нас хозяин своего слова захотел дал захотел взял обратно думаю я могу устроить тебе премию в 500 крышечек помимо основной платы это интересно потом отыщешь меня в Тенпенни Тауэр это к юго-западу отсюда достаточно далеко чтобы взрыв нам не угрожал не ошибешься вопросы есть? берег покинуть много дельных людей могу их предупредить категорически исключено городок люди это все едино жертва во имя светлого будущего уверяю тебя мертвыми они стоят в десятеро дороже чем живыми то это могу технических познаний не совладать что если у меня ничего не выйдет не хватает образования да? тебе и не надо ни в чем разбираться просто прикрепи импульсный заряд к детонатору если зайдешь в тупик поговори с Лео Сталом возможно у него найдется что-нибудь тебе в помощь для сосредоточения репутация у него соответствующая не стану тебя окей ну давай шелезяка поганая что тебе нужно? я ищу моего отца сколько за комнату в чем делаю с тем горе обо сколько стоят твои услуги что насчет радиостанции что это за радиостанции новости коротки что слышно в горыми парайте что за услуги интересно что это тебе ты просто снимаешь комнату неважно будешь ты там спать или нет мне наплевать мне все равно заплатят понятно я ищу свою отцу да такого я помню он говорил с Мариарти сложно забыть такого красавчика не по сравнению с вашими красавчиками которые столько не знаю в футплоне эмм слушай если ты хочешь что-то сказать теперь давайте возьмем ключ ну давай ах значит ты любишь играть грубо что ж это за дополнительную плату нет по любому по любому в смысле слушай я сейчас раб эмм а если я вот так спрошу я я тебе помогу а Мариарти вышвырнет меня за дверь прости малыш есть поговори с Харри он ненавидит короче я нахожусь чтобы поговорил с Мариарти окей рад тебя видеть но и тоже говорю же Харри это не приемник чистоту анклава отлично берет это новости Колин Мариарти к вашим услугам добро пожаловать к Мариарти мой салон мой дом мой маленький рай в этой чертовой дыре любой каприз за твои крышки садись и устраивайся поудобнее все твои проблемы ищу моего отца так ищу моего отца о боже это ты как вырос наш маленький мальчик настырный маленький поганец да и тогда и сдается мне теперь прошло много времени малыш о да твой папаша проходил мимо был да сплыл получил то зачем он приходил и ушел ты как я понимаю сделаешь то же самое верно о то же обеще 200 лет стояло запечатано слушай я просто хочу ну ка святы небеса ты хоть понимаешь что говоришь ты правда в это веришь чего только не врут детям в наши дни Твой отец перенес тебя в убежище почти сразу после твоего рождения Чтобы тебе ничто не угрожало Я это очень хорошо помню В конце концов, вы же были у меня в салоне Так оно и было Твой отец, его товарищи из братства стали И ты еще совсем сосунок в бестике, к которой можно присосаться Мне жаль, что так вышло с твоей матерью, правда жаль Впрочем, не важно Теперь большая круглая дверь открылась, да? Папочка ушел, и ты хочешь узнать, почему? Может, я и знаю, куда и почему он ушел Смотрите, если, короче, он вам сейчас не расскажет, то я все-таки взорву городочек-то А если все-таки расскажет, то не буду этого делать А-а-а, понятно Знаешь, я слышал, как там у вас мозги промывают От одного парня, который сбежал Где-то лет пять назад Да здравствует смотритель Мы родились в убежище Мы умрем в убежище И прочий бред в том же роде Деточка, да у тебя в мозгах программа не хуже, чем у нашего железного пом-шерифа Давай умней, и чем скорее, тем лучше Мы же не хотим, чтобы кто-то воспользовался твоей беззащитностью, да? Да, шучу, я тебе сфермируем про тебя рассказывал Кстати, идем сейчас Ну, пять сорок семь пациентов, довольно большая встреча Ты мне нравишься Поэтому я буду с тобой откровенен Твой отец был здесь, а теперь его здесь нет И, да, я знаю, куда он ушел Но то, о чем ты меня просишь, это А, все понятно с тобой Информация А информация Это товар Я все понял И как любой товар, она должна продаваться по разумной рыночной цене Так, какова же она? Ну, скажем, сто крышек И адрес папочки твой А, нет уж, спасибо, я без тебя отправлюсь Сто крышек, ты в пятницу мне такие деньги У меня сто крышек Ладно, малыш Я готов тебе помочь Ради старых, добрых времен и все такое Если у тебя нет крышек, чтобы заплатить за информацию То ты можешь просто оказать мне небольшую услугу Нет, услуг без проблем Какие мы энтузиасты Хорошо, мне это нравится Приятно встретить в этой дыре кого-то, кто больше делает, чем говорит Эта стерва Сильвер взяла у меня в долг кругленькую сумму Говорила, что будет поставлять мне винт и психу по хорошей цене Проблема в том, что она слиняла с добром и осела в Спрингвейле Чтобы там ширяться без забот Выбей из нее должок, и он твой В смысле, твой взнос за мою помощь У тебя склероз, малыш? Бесплатным Бывает только... Почему было? Цена была сто крышек И тебя она не устроила Так что теперь уже триста Что скажешь на сейро? Ах ты паскода Я покладистый, но я еще не спятил О какой сделке может идти речь, если у тебя нет крышек? Все понятно Окей Я у тебя бы туда что-нибудь украл Нужен работай Сукенцы В смысле, карму Блин Лови Ну ладно Да кончай, Харри Ничего ты не поймаешь Тут больше ничего нет Смотрим, что там тоже можно не вылетать Что только по скуду О, это я вытянула, но окей Крышечки Крышечки любишь? А может, у этого спросить? О чем ты? Эй, гладкая морда Тебе что-нибудь нужно? Может, выпить? А, письмурь ходит у меня, конечно Дай-ка, пожалуйста, немного доброго человека Погоди Ты меня не ударишь? Не станешь на меня орать? Даже не обзовешь? Нет Ну и ну Вот так сюрприз Я привык, что в этом городе Любой гладкоморды Об меня ноги вытирает Только потому, что я похож на труп Приятно видеть Что остались еще на свете И приличные люди Послушай Мариарти с меня шкуру сдерет Если узнает, что я продаю что-то со скидкой Но Ради тебя я готов рискнуть Ищем его отцам О, да Такого типа я помню Если честно Обычно я не высовываюсь Только клиенту в глаза глянешь Сразу по морде Но поговори с Мариарти Он больше знает Ага, Харя Ну, пожалуйста, если что-то известно Мама, расскажи мне Извини, гладкокошек Я не могу так рисковать Мариарти сделает из меня отбивную Просто за разговор с тобой Ты думаешь? Блин, ну стой, подожди У тебя там еще были О, приятель Я еще был отца Именно Не думал, что я Да, еще раз Понятно Ну ладно Значит, кто играет в этот город Или нет У меня все еще есть большие Очень большие вопросы Потому что я еще слишком Не не привет, ребята Даже слишком Так, что у вас там Готовно Ээээ, нам нужно сюда Надо выйти в сверху путешествия Хватите помешать в руку сбежать и иметьте по ногам Мм, даже так То есть В такой игрушке уже есть такая тема Это очень хорошо Ну, прямо Ого Нет, я такая не смела, какого года была вот эти Но он явно старенький, но он довольно интересный И захватывающий То есть атмосфера тут чувствуется все В принципе, чувствуется Звуки вообще офигенные Все очень даже Че за херня Че за херня Ты кто такой? Почему она меня стреляет? А, и ты рейдер Так, отменить-то я хочу Нет, ладно, будем так расстрелять Ну, ладно, подай мне стрелять Отлично, просто отлично Сейчас не убьют Паскуда Я так понял Все-таки Этот режим Честно, не нужно использовать Да Так Десять метров по трамвозьмам Бронерять из подных земель У меня получше будет Крышечка Китайский клеток Шлем психорейдеров Не нужно Ладно Право Вот все за том, что ли А, дверь маленькая Раньше Да, нам сюда Тихо-тихо, не пугай А ты еще кто? Откуда ты? Тебя что, Мориарти послал? Да И он говорит, что с тобой должок Просто отдай крышки Я остануясь в покое Просто дай мне крышки Мне надоело прятаться здесь Словно собаки с пустошей Ну Пожалуй так и надо поступить Вот Это все что у меня есть Прошу теперь оставь меня в покое Нормально темно красноярчие Ого 400 крышек Ничего себе Ничего себе Ну вот так стакан Ничего себе не тут Через один дом И пойдем обратно к нашему Дорогому При дорогому малярте Настолько дорогому что он нашел В общем Туда идут Давайте просто тпшник с там же Вроде можно тпшник 7 мегатонна Нет Я не хочу снять паркет Я хочу тпшник 7 мегатонна Надежный робот Протокатрон был создан Незалогу Дубайме и способ Для охраны имущества Влече Незалог Ну вот сюда Ну поднимались Да Я так понял Блин Желко как быстрее не добежать Да Это слишком долго но и не чувствую я думаю сейчас мы еще наверное задание выполним послушаем диалоги еще общественным делом поездки мужчина дальше проходим или куда 4 это еще посмотрим по карте ну направо то есть прошли а прошли туалет и дальше вон туда все понятно а можно вот так назад что ли смотрится ярче отлично где то у нас да заперто и да я вижу как ты на это поглядываешь а вот и ты опять ну что просто сделано твое сволочное задание скажи мой отец ну как там наша заблудшая овечка а я знал что могу на тебя рассчитывать предлагаю предлагаю отдаешь 100 крышечек и на том сойдемся где то у нас еще 300 остается ну давайте так это называется экономика я же говорил что за услугу готов заплатить все не так уж и сложно да твой отец действительно здесь проходил но надолго он не остался сказал что у него есть важные дела и направился в город что ты говорил насчет радиостанции новости галактики думаю тебе лучше начать поиски там хорошей охоты и спасибо за крышки что там говорил мой отец проблема села решена хочу купить выпивку я знаю что я взял вроде бы готовная расскажи мне что ты чем-то здесь занимаешься а где прорез там что-то было а вот новости галактики это сборище трепачей которые засели где-то в руинах Вашингтона главный там у них некий псих по имени Тридогнайт который вечно зудит про какую-то светлую сторону полный чушь но пожалуй если хочешь знать что происходит на пустошах это к ним мне на все это наплевать окей больше ничего не будем у него слышать насчет взрывать не взрывать в принципе эти крышки-то особо нам ничего не дадут да я так подумал мне охота пить ну что бомба не активирована брат я хочу отказаться не болтать не я так понимаю от него нельзя отказаться или что след след найти же дистанции обезвредить от моего бомбы это найти его стану то есть не обезвредить наоборот взрывать мне то чтобы депо сейчас посмотрим что у нас там по карте ой 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 как он может сбежать придется так что да это может там еще не будет ухе и дать что данное объявить ему прямо сейчас задание теперь карта Эмм, вот сюда надо идти, окей, еще тогда скрыг отсюда. Вот сюда же, да, да? Вроде еще, да, теперь еще, да, хрен знает. Теперь я точно знаю, что впервые тебя вижу в Мегатонне. Сейчас угадаю, ты тут просто случайно? К нам постоянно приходят новые поселенцы, и если хочешь есть, то ты точно по адресу. Чего желаешь? Ну, что там есть? Вот, взгляни. Вермишель, у меня 309 крышек, у нее 63. Что ей можно продать? Не можно продать, вот это. Ей еще можно продать. Вот это, выкидной наш, уланг 5. Грязная, двоенная посередина, нежно продать. Довоенные деньги пока не будем. А, это же типа хлам, да? Окей, дротик. Дротик, дротик оставим себе, заколку оставим себе китайский пистолет. А, урон 2, а у нас какой пистолет? Так, шлем продадим. Ой, а зачем? О, все, наису, у меня теперь 379, а у нее поменьше будет выйти. На здоровье! Теперь, снаряжение. И оденем то, что мы там, вот так. Глядите-ка, опять к нам тупица с пустошей. Так вот, отродье, я вас всех терпеть не могу. Держись от меня подальше, чтобы не было беды. Тут не о чем говорить. Раньше я жил на пустошах и был настоящим мерзавцем. Но все это давно позади. Что? Вернуться куда? Я все это оставил позади. Остычер тела, грабить, убивать и все такое. Я теперь другой человек. Ну да, да. Да, убийство живет, это все верно. Знаешь, иногда мне этого не хватает. Свободной жизни и всего такого прочего. Но я же конченый человек. Какая команда меня возьмет? Нынешняя молодежь ничего не знает об уважении. Помощь. Не обижайся, детка, но ты не из той породы, с кем я привык водиться. Я о тебе наслышан, чистюля из убежища. Не думаю, что мы споемся. Нет, тут не так уж плохо. У меня остались хорошие воспоминания и ничего больше. Нет смысла их портить, верно? То есть вот я пришел буквально там сейчас назад, в данный момент по игровому времени. И они уже меня знают почти всегда. Ну окей, не пройти. Их смоет атомное сияние и огонь его великолепия навсегда. А вот эта бомба, да. Из вашего есть слабая. Понятно, но я ваша в начатке недоступна, чтобы метелось этого бомба. Я пути на зачатку 25 или выше. Где нужно наши навыки? Статистика способностей. Крецкие навыки. Взрывчатка. О, и тогда нам нужно где-то, где-то два уровня, да? Получается, нам придется бежать. Получается, нам придется бежать. В этот конченый... Новости 12. Понятно, понятно. Говори, что тебе надо... Понятно. Тогда, наверное, я сделаю это в следующей серии. В следующей серии замутим это. То есть, нам, наверное, по дороге найдем много всего интересного. Рапнем пару левелов и как раз таки сможем обезвредить взрывчатку. Будет довольно интересно, я думаю, в следующей серии. Но это будет, наверное, завтра. Послезавтра, не знаю. Поэтому, вот такие дела. Сейчас мы находимся в Мегатонне. Этот городок, типа... Ну, очень жестко заброшенный. Это достаточно мало человек, как мы заметили. Хотя, очень много всяких салонов, там поликлиника даже есть. Ну, я не знаю, как вообще можно оценить в фоллауте третьем городке. Потому что я видел только вот этот один Мегатонну. Да и убежище с одним, как и прочим. Даже это не городок, а просто убежище. Как ни странно. Ну, в принципе, это все. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на Twitter. Бпра. Бпра также... Нет, в канале новостей не будет. Там будут в Twitter очень много новостей. Так что подписывайтесь там. У вас обнаружили. Но мне как-то все равно, я ничего не собрался красить. Окей, всем спасибо за просмотр.